На этих страницах пробуют перо будущие большие писатели. Кипят страсти и высмеиваются недостатки. Казанские литературные журналы вступили в борьбу за читателей. Подписная кампания в республике близится к завершению. Какие листы гораздо ярче глянца? В сюжете Светланы Салмановой. Рабочий день Алексея Егорова начинается с проверки электронной почты. Он не только редактор журнала, но еще и первый рецензент молодых авторов. Для начинающих поэтов и писателей Идель уже стал своеобразной стартовой площадкой. Если на страницах печатного издания все не опубликуешь, то интернет-версия дает больше возможностей. Очень большие надежды мы залагаем на сайт tatlid.ru. Там есть рубрика «Дебют», куда каждый может попасть, не будь опубликованным в печатной версии издания. А в этой небольшой редакции весь творческий коллектив не уместится. Авторы журнала «Казань» – врачи, педагоги, инженеры, строители, но не профессиональные журналисты. Они пишут о городе, о людях и о событиях, участниками которых стали сами. И делают это с душой, порой не требуя гонорара за свой труд. Огромную благодарность нашей редакции всегда выражает фотографам, которые пополняют видеоряд, так скажем, нашего издания. В 2013 году исполняется 90 лет журнал «Учия». В кабинетах журнала сатиры и юмора только улыбки и смех. Здесь любому настроение поднимут. Легкое подтрунивание и шаржи – для них обычное дело. Своё издание редактор называет журналом ручной работы. Все эскизы и рисунки художники делают сами. «Чаян» выходит на двух языках – русском и татарском. А спросом пользуется не только в республике. У нас есть авторы, читатели, пишут, ну, Дальний Восток, Сибирь, Архангельск, Москва есть. Их, конечно, не скажу, что очень много, но тем не менее они есть. И пусть до многомиллионных тиражей этим журналам еще далеко, они достойны альтернатива пустому глянцу. И работают для своего читателя, умеющего ценить журналистское мастерство. Светлана Салманова, Илья Савельев, Вести Татарстан.